так включил всем привет сегодня у нас 26 июля тематика будет такая по тому как не верифай отзывы положительно влияют на ранжирование на просторах интернета так скажем можно назвать это тоже внешним трафиком завтра у нас будет игорь по этому поводу рассказывать про свою стратегию продвижения мы расскажем про свою начинай здравствуйте всем меня зовут владимир времени так много поэтому буду крайне краток ситуация двух слов следующая я думаю что ни для кого не секрет большинство но давайте возьмем товар на 20 долларов на амазоне это как правило продукты которые имеют относительно невысокую маржинальность и в закупе ну скажем так пределах 10 долларов доставкой по факту поступления товара на amazon у всех начинается основная головная боль в части получения отзывов и вывода ключевых запросов для того чтобы какие-то хотя получить продажи разумеется у нас есть всегда пейпер клик который как правило больше расходует нежели а приносит пользы и вот тут встает вопрос как с наименьшими потерями а сформировать для себя ну хотя бы первые продажи которые может быть начнут в конце концов толкать потому как на амазоне сформирован интересный принцип а чем больше продаете тем выше находитесь по ротации тем соответственно еще больше продаете и вот такой западный цикл необходимо как-то разорвать того чтобы начать какие-то продажи то есть весь последний год скуп этим амазоном занимаюсь все было направлено во первых для того чтобы вывести более или менее адекватную формулу для старта продуктов потому что все-таки зацикливаться на товаре на одном но на мой взгляд глупо и нерентабельно всегда есть тренды всегда есть спрос который волнообразный фактически каждый месяц приходится запускать какой-то новый продукт и запуск уже в последнее время сопровождается более или менее наработанным шаблоном это во-первых размещение отзывов ну достаточно пределах 100 отзывов далее формирование пейпер клика мануал ну и дальше уже идут по возможности в зависимости от стоимости продукта либо раздачи товара либо какие-то там как их называют некоторые людей черные способы продвижения ну и проще утечрение направлено то чтобы хоть какие-то продажи на первоначальном этапе получить так вот касаемо отзывов буквально недавно была выявлена интересная тенденция сами по себе отзывы они не участвуют скажем так в индексировании и не важно что вы напишите какой будет текст в отзыве amazon лучше как популярным языком объяснять вас от этого видеть не будет то есть листинга если пример у вас отсутствует ключевики на листинге были так там все 14 или тайлах но вы их напишите сформировав семантику самих отзывах они будут участвовать в процессе по именно поисковым роботам индексировано не будут и из-за отзывов ваш листинг отображаться по новым ключам не будет это разве что можно отнести лишь к площадкам к примеру типа google yahoo и так далее которые индексируют все подряд все что открыто если не прописано и но в робот у каждого сайта есть такой текстовый документ робот стексте где прописываются рамки которые он допускает для индексирования и в принципе а после запуска продуктов получаем значит первые отзывы неважно каким образом настраиваем рекламу но это очень тоже могу где идет всем это известно хотелось бы всегда совместить приятное с полезным и ну как минимум добиться минимальных расходов на запуск продукта для получения первой оборотки так вот буквально несколько дней назад была выявлена закономерность которая позволяет более или менее сократить в части вывода ключевиков точнее минимизировать на первоначальном этапе расходы на вывод ключей оговорюсь сразу речь идет исключительно о низко и среднечастотных ключах но при всем при этом я также думаю что уже для многих это не секрет основная часть продаж узкопрофильным товаром как раз таки приходится на среднечастотники и есть продукты которые в принципе по высокочастотникам не продаются особенно это касается парфюмерии и косметики потому как там на одни ключи приходится на огромное количество продаж и будешь допустим вы на первой странице все равно это не принесет вам особой пользы в целом смысл в чем если мы при формировании отзывов к примеру задача стоит собрать 50 100 продуктов размещаем отзывы определенным методом с использованием да скажу честно есть определенные факторы влияния внешнего графика перехода с внешних иных ресурсов то есть это перелинковка используется можно добиться подтягивания ключевиков ключевики тянутся в произвольном формате невозможно предугадать какой ключевик на какое количество пунктов вырастить по позициям влияет на это ну по крайней мере в настоящее время я не понимаю как то есть если вы ежедневно оставляете к примеру 10 отзывов определенным образом с использованием ключевиков то релевантные ключи тому которую вы используете для поста начинают расти на сколько они растут ну пока мы формируем новые отзывы то есть за последнюю неделю ряд новых листингов был использован для тестирования вот этого вот заключения и примерно на 50-100 пунктов где был прирост потом там на 10-15-20 пунктов откат потом опять прирост и вот таким вот волнообразным образом некоторые средние частотики даже вылезли на первую страницу это все благодаря отзывам по факту то бишь а за 10 дней было размещено 100 отзывов по 10 отзывов в день насколько это безопасно опасности нет вообще никакой дело в том что размещать отзывы но как минимум четыре я знаю разных способа начиная от того что вы можете просто зайти на сайт amazon и разместить как это делают обычно покупатели по факту приобретения продукта проблем пока нет опасности нет минусов нет плюсы ну кроме того что если не учитывать отсутствие тагетированного воздействия то курс в том что тянется огромное количество ключей но тут же кроется и минус к примеру вы ожидаете что этот способ даст вам какой-то прирост по вот конкретно этому этому или этому ключу к сожалению рассчитывать на подобное нельзя это идет скорее как бонус при заказе если на размещение грубо говоря энного количества отзывов ну в целом а если это будет работать дальше то мне картина представляется так зашел у вас продукт на амазон запустили 100 отзывов используя различные ключи получили рост позиции по релевантным ключам сверху эти 100 отзывов с помощью выкупа мы закрываем скрываем из виду на листинге верифицированными отзывами запускаем пей-пер-пит мануал по тем же ключам которые мы тянули и в принципе по за то ну там дотягиваем если необходимо если нету принципе даже может раздача лучше раздать чем экзак то что вот у меня сейчас пример не всегда он срабатывает очень часто он вообще в порожняк то есть вот на 200 долларов спустили лучше эти 200 долларов было 10 выкупов сделать 10 чем спускать их никуда я просто хотел добавить в плане того что вот о чем ты говоришь чем более у вас точно заточен лично под определенные ключи тем больше вероятно что они будут продвигаться правильно я понимаю я пока не могу сказать насколько ты прав или нет но безусловно когда на листинге присутствуют ключевик в тайтлах буллите и к примеру search temps ну как минимум индексация будет без проблем и понимаете вообще смысл в чем когда говорят затачивают листинг на определенные ключи то есть делается но на мой взгляд в первую очередь все чтобы листинг можно было найти по определенным запросам ну не чтобы amazon его определял я больше чтобы он читал его чтобы он понимал что это за товар мы торгуем я некоторые листинги читаю там просто каша и amazon не понимает принцип то есть робот не понимает это же робот у меня у меня даже такой есть товар который например относится и к плаванию и к охоте и к шуму и к вечеринкам и так далее он прям вот реально определил в одну нишу только то есть вот эти вот для вечеринок подходят для громкого звука подходит а для охоты для плавания для всего что связано с этим не подходит и он не релевантен и он то что не релевантно он его не индексирует все и мы что бы не делали в тайтлах засовывали везде бестолково то есть это робот он он не там это не человек он не может размышлять то есть у него есть какие-то алгоритмы по которым он нас индексирует все и дальше уже достаточно так скажем сложно сломать да и зачем смысл реально если у вас 10-20 первых страниц ну я не знаю продажи 50 100 продаж если у вас нормальный товар а если ниша жирная то спокойно можно иметь вот еще на свои товары смотрю там я не знаю там 10 первых страниц результат дают не то что там 20-30 ну Денис наверное я думаю ты со мной согласишься что есть категории товаров на которых после первой страницы продаж фактически нет да да конечно относительно не перегруженные продажные продукты естественно туда и двигается легче понимаешь в эти ниши вот мы сегодня только запустили там 4 дня назад раздали 5 товаров мы уже у нас штук 15 первых страниц и штук 5 7 даже я могу точно сказать сколько у нас первых первое место значит у меня топ 3 раз топ 1 2 3 4 топ 2 еще один топ 4 2 топ 5 3 топ 6 2 топ 7 топ 10 топ 14 топ 17 представляешь сколько то есть я перечислился на что 15 первых страниц да тут невеликие ключи то есть это тысячи там от 500 даже до десяти тысяч емая но сегодня не сгенерируют 50 продаж например мне в принципе честно могу сказать достаточно вот я высокочастотники а даже еще и не так скажем ну тут и нет особо высокого пару высокочастотников и все таких это там 50 100 тысяч все то есть ну кстати размышляя на тему с высокочастотниками 200 вот я сейчас смотрю скажу честно пришел к такому мнению что нафиг не нужно просто не рентабельно да конечно не рентабельно содержать высокочастотники по двум причинам первое очень дорого выйти в топ а второе это возможное возникновение негатива я думаю что все кто торгует в нише с чехлами с фиджет спиннерами ну понимают о чем я говорю когда у тебя начинаются выкупы с последующим верифайт негативом размещением подобных отзывов когда тянут лайками негативные отзывы у тебя на листинге то есть понятное дело что если это происходит это кому то нужно но как правило подобное возникает именно при появлении нашего листинга по очень хорошим причинам на первой странице да дадут ли средние низкочастотники тот же объем продаж я затрудняюсь сказать но если мы ищем способ именно заработать на амазоне а не просто завести товар слить огромное количество денег в рекламу и непонятные вообще ключи которые можно да безусловно на первую страницу можно продвинуть хотя опять же вот на сегодняшний день при всех возможностях есть категория fidget spinner я не представляю как там можно получить первую страницу и тем более топ-10 бпс продаж если у вас будут продажи и вы подключите какое-то продвижение которое более или менее со скрипом работает но со временем да может вы и достигнете первой страницы но тот труд и те затраты принесли они вам ожидаемый результат вы окупите свои вложения это огромный вопрос потому что даже на pay-per-click если посчитать что в день он съедает ну пусть 100 долларов вместе с 3000 долларов ну 3000 долларов что вы можете сделать ну как минимум неделю неплохо пиарится через google поэтому необходимо для каждого продукта высчитать предел безубыточности и если мы рассчитываем получить первооборотку с минимальными вложениями то ну вот наверное более или менее какой-то адекватный на сегодня способ опять же это исключительно средний низкочастотников касается еще раз оговорюсь в общем то можно сказать есть сколько он проработает без понятия сегодня пока он работает опять же по статистике которая получена ну 6-7 продуктов пока что небольшая на самом деле статистика да оставляем 50 100 отзывов определенным образом получаем средний низкочастотные ключи ну не в тупе но позиции разбуд хорошая динамика в любом случае это все полезно потому что мы с Владимиром занимаемся занимаемся вот этими отзывами без выкупа и занимаемся соответственно вот этими делами связанные с вот этим микропродвижением мы не можем не гарантировать ничего но однозначно положительная динамика есть просто уже предыдущие разы я по продвижению Лайва проводил мы ее очень долго тестировали пока дотестировались получился результат начали брать заказы все у нас слетело вот здесь именно идет больше такой допинг катализаторы положительные именно на старте у меня сейчас огромное количество людей людей которые по 50-100 отзывов и так берут но сейчас при правильном алгоритме можно соответственно с этих 50-100 отзывов получить дополнительный буст то есть у нас буст амазона буст неверифицированных отзывов буст раздач то есть искусственных органических выкупов для получения неверифайл отзывов но в первую очередь для продвижения это все дает нам преимущество и экономит нам затраты в чем смысл по поводу оплат по поводу денег стоит все абсолютно тех же денег мы просто рассказываем что можно сейчас перестроиться просто некоторые люди заказывают 5-10 отзывов я всем говорю у нас стоимость до 100 отзывов 6 долларов свыше 100 отзывов 5 долларов сейчас на данный момент вот если человек заказывает 100 отзывов он сам говорит я хочу один отзыв в день 3 отзыва 5-10 сколько угодно вот это стоит вот этих цен то есть у нас одинаковые ценники ну то есть этим мы занимаемся вместе а соответственно если хотят например с продвижением там немножко чуть больше геморроя просто это то же самое только без скидки то есть эти 100 отзывов будет 6 долларов ну свыше 100 просто не будет скидки все вот вся единственная разница из-за этого если кому-то будет интересно просто это имейте ввиду не более того не надо рассчитывать вот я больше не люблю когда кто-то рассчитывает на одно на один из способов и это дополнительный способ например чтобы нам меньше делать с полным выкупом например то есть если я например сейчас продвигал товар на один товар мне хватило 36 отзывов выкупов на другой хватило 75 выкупов то здесь вполне возможно или кпд вырастет или я сокращу затраты при условии что я ппс на старте там экзект и так далее не включаю я включаю только автомат когда у меня подтягивается verify audio там 10 плюс так скажем 10 20 30 то есть мы вставляем автомат и он там сам клепает и на то пошло если дело когда все хорошо автомат отлично работает дает от 10 до 30 процентов этот окон и никаких проблем нет вот так что вот хотели рассказать я думаю еще добавить если еще мы просто ответим на вопросы да и пойдем дальше работать добавить я думаю что подытожить хотелось бы все вот еще вопрос знаешь что многие спрашивают про тексты в отзывах вот эта проблема большая тексты у нас значит надо нам надо файл нам надо текст значит отзывы и заголовок я сильно естественно мы не можем писать если заказывать но можно по-разному конечно заказывать я знаю что вот сейчас ищем кто это будет дешево делать вот но пока на данный момент ты делаешь это самое написание вот этим занимаешься значит смотрите какая ситуация у меня есть человек который может писать отзывы но он занимается копирайтом с площадок Канады и Англии он за эту услугу берет 3 доллара за отзыв и ну как бы в принципе каждый может сделать его самое сам если кому-то лень ну я могу дать контакты человеку который в общем то может написать любое количество отзывов но относительно это не дешево то есть 3 доллара а написание отходится одного отзыва касаемо того в целом что сегодня было сказано есть возможность при заказе от 50 от 100 отзывов получить буст по ключам ключи средние и низкочастотные оплату выше чем указано допустим за отзывы брать нет смысла потому что эти действия которые направлены при формировании отзывов они не стоят мне ничего то есть я не стремлюсь к обращению на услугах которые в общем то не существуют просто могу как бонус предоставить возможность получить буст но опять же ключи которые будут тянуться к сожалению я не могу дать гарантию что вот тот подтянется этот не подтянется для использования для того чтобы использовать скажем правильно для того чтобы воспользоваться этой услугой вот человек который размещает заказ то есть необходим во-первых текстовый документ с текстом отзывов отзыв должен состоять из тайтла темы отзыва и текста отзыва ну количество звезд если у кого-то будет разниться там 4-5 звезд и так далее то необходимо делать какую-то пометку на полях также оговорюсь к отзывам можно размещать любой контент фото видео проблем нет еще мы делаем вопросы то же самое то же самое можно сделать вопросы к листингу это все суммируется вместе по поводу вопросов опять же есть оговорка я думаю что некоторым это будет полезно во-первых для того чтобы вопрос стал доступен общедоступным на листинге для обозрения продавец должен ответить на этот вопрос ну или может быть кто-то из покупателей амазон кстати сам рассылает спам рассылку для возможности ответа на подобный вопрос но учитывают что многие продаж спамper то есть продавцу необходимо зайти на листинг оставить ответ на вопрос по факту поставления ответа публикуется на листинге Windsol дата опубликования вопроса будет равна дате ответа на вопрос то есть к примеру если вам 10 дней задавали вопросы то например ivos таки как раз таки одиннадцатого дня указано. Некоторые, кстати, вот с этим моментом выражали негатив. Я всегда отвечаю четко, смотрю за почтой своей и обязательно отвечаю. Амазон, между прочим, перестал, ну, не то чтобы перестал, не всегда оповещает о появлении на листинге нового вопроса. И в селлер-центре, к сожалению, не всегда это отображается. Поэтому, хотите воспользоваться услугой, от вас нужно три-четыре среднечастотных ключа. Более что там с ними делать, Super URL, Storefront и все проще, ничего формировать не нужно, это уже будет моя забота. Необходим текст отзывов. Текст отзывов необходим в формате тема отзыва и само тело отзыва, то есть title, ну и, соответственно, текст. Если тема не будет, то, как правило, Амазон берет кусок из первого абзаца, ну, что не всегда удобно, римма, удобно читаемо. И еще момент, который не всем, я думаю, будет скажем так, понятен. К сожалению, для получения именно вот этого вот улучшения позиций по ключевым запросам, размещение будет по 10 отзывов ежедневно. То есть, многие думают, что якобы без продаж, листинг получает там, я в день до 500 отзывов. Просто в качестве теста. Если Денис, я думаю, помнит, да, когда мы с тобой познакомились, на Амазоне извращение, ну, просто безумное можно было творить и iPhone 7 кейс с одним негативным отзывом, который сам себе написал, выводил, и что только не было. Вопрос в другом. Бана за отзывы получить? Да нет, к сожалению, нельзя. Можно было бы, можно было бы нишу чистить от китайцев, индусов и прочих конкурентов. Бан за отзывы? Ну, ни разу я не видел, что человек получал. Негатив за отзывы? Также, единственный момент, если кто-то будет совмещать, к примеру, размещение отзывов, которые он приобрел, там, не верифицированных, с тем, что какие-то манипуляции сам производить будет, то есть был опыт, когда человек, к примеру, второй аккаунт создал, подкрепил туда карту и сделал у себя выкуп, надеясь, что Амазон это не заметит. Ну, Амазон просто ударил у него все отзывы. Поэтому, представляется, во-первых, гарантия два месяца, в течение которой размещение, точнее, переразмещение отзывов происходит без оплаты. Негатива при любом количестве отзывов у меня не было ни разу. Ну, я на самом деле не знаю, кто, как размещают отзывы. Опять же, если брать во внимание тех индусов, которые сегодня разместили отзыв, завтра у них удалили. Ну, принцип, который использую я, он на протяжении уже более чем год, в общем-то, не дает сбоя, проблем особо нет. В целом, все пока что нормально. И обязательно необходимо в АМЗ-1 или АМЗ-Rush поставить на отслеживание индексации огромного спектра ключей, желательно средне-низкочастотного. Для чего? Для того, чтобы вы примерно осознавали, какой вам это дает эффект. Многие, когда начинают бивать ключевики, бивают самые жирные. Говорю сразу, высокочастотники подтягиваться, скорее всего, не будут. Но хотя, после 10 дней, у меня на продукте, на черной маске, это Black Mask, это достаточно такая тоже конкурентная ниша, начал расти высокочастотник. Но у Амазона почему-то некоторые действия, вот все вроде как должно вести к тому, что улучшаешь позиции, они с задержкой формируют какие-то результаты. Поэтому я не исключаю, что может даже и дает это все, дело, результат в виде улучшения позиций по высокочастотникам. Но я пока ее не видел. Если она в дальнейшем будет, тогда уже можно будет заявлять. Пока что, да, средне-низкочастотники тянутся. Но мы за это деньги не хотим брать, мы хотим просто объяснять людям. Деньги за это драть никто не будет, и это не реализуется как услуга, это реализуется просто как приятный бонус, если, к примеру, человек, кому нужно для листинга 50-100 и более отзывов. Но в принципе для новых товаров на мой взгляд это оптимальный старт. Я тоже согласен. То есть запустили листинг, запустили 100 отзывов, дальше сделали 20 или 15 раздач. Во-первых, мы получили опять же движение выкуп по ключам и вы закрыли для обзора неверифицированные отзывы. Человек заходит на листинг, он веет 100 отзывов. Он на листинге веет только верифайт отзывы. Мало кто начинает даваться подробностей и гулять по всем вот этим вот там 5 или 6 страницам отзывов, читать и так далее. Как правило, все обращают внимание только на то, что есть на листинге. То есть справа топ отзывов, который был размещен по времени, слева топ отзывов, который был размещен в соответствии по лайкам. Чем больше рынок, тем соответственно они выше. В целом примерно так. Так, какие вопросы? Про эти, как его звать, мы сказали про вопросы то же самое пишем, стоит столько же. Все здесь в принципе понятно. По поводу написания текстов могу сказать, идите в AppWork. В AppWork мы сейчас тестим одного человека из Юлипин. Делает один отзыв 15 центов. Если протестить, если все будет нормально, у меня американцы заказывают. Американцам лень писать, они заказывают там. Просто 3 доллара, это серьезно. 15 там, я не знаю, или сколько-то центов. Вот мы сейчас узнаем, просто хотим проверить на ошибки. Насколько грамотно. Вот, если нормально... Если будет на 15 центов, я у тебя буду первым, кто заказывает. Я тебе из-за этого говорю, у меня вот есть также суетные люди такие, помогают и сами ищут. Сначала нашел за 10, пропал человек. Вот сейчас за 15. Посмотрим, то есть мы заказали 350 отзывов. Просто у людей мозг плавится от такого количества. Вот, на кучу товаров. Просто говорю, реально, мы продвигаем тему с полезными действиями. Это реально польза. Это не просто одна услуга, которая решит все наши проблемы, но она нам даст положительный эффект. Однозначно. На любых уровнях. Старый товар, новый товар. Сейчас появилась возможность перекинуть оси, рестарт сделать. Появилась вот такая возможность. Можно с PPC грамотно работать, можно грамотные выкупы сделать. То есть вот сейчас на данный момент по выкупам, ну, до 150 спокойно можно сделать выкупы. Вот. То есть, и вот это все в совокупности реально дает отличный результат. Просто отлично. Когда вот эти вот люди бегают там, а вот индусы, а вот в топ меня выведите, это просто реально так раздражает. Это говорит о том, что мало читают, мало интересуются, мало вникают, а реально это все работает. Ну, просто в совокупности. Не забывайте про нормальный листинг с хорошими фотографиями и с хорошими этими, как их звать, с нормальной ценой адекватной. Вот. То есть, все вот это вот надо делать. Давайте вопрос. Кстати, Денис, я думаю, тоже интересно будет многим. Цена не является фактором, по которой, ну, скажем, вы сможете увеличить продажи, опустив цену, как мне человек вот один прямо-таки упирался в свои теории. Да вы знаете, к сожалению, нет. Просто ради интереса была тенденция на довольно конкурентный товар, на хороших позициях, опускали цену в надежде получить, ну, чуть больше кусок нерога, чем у других. Нет, не происходило такого. Повышали цену, продажи, в общем-то, и не падали. То есть, интересная такая тенденция в том, что на Амазоне продукт, если будет стоить крайне дешево, то не факт, что его будут покупать. Абсолютно согласен. У американцев есть интересное такое предубеждение, или, не знаю, отношение к этому, что дешевые товары плохие товары. Да это и у нас так же. В то же время вы можете поставить на дешевый товар высокую цену и все равно иметь какие-то продажи. Садят эксперимент, что на чехолах был, когда 99-95, если не ошибаюсь, цена была, один чехол ушел. Ушел за 4 дня. Кто его купил, бог его знает. Я знаю, что у них там в Америке максимальная цена за чехол это отто кейс по-моему 80 сечет до долларов. Короче, у меня чехол, можно сказать, был самый дорогой на Амазоне, при том, что это обычный китайский за 3 доллара чехол был. Просто была позиция по iPhone 7 case на первой странице. Я тебе историю потом расскажу, есть тема по этому поводу. Цена вообще не фактор. Первый момент. По поводу премиума это две разные вещи. Вот о чем ты говоришь. Премиум чехлы, я тебе потом историю расскажу. Мне один человек рассказал историю, как люди зарабатывают бешеные деньги на этом, на понтах. Но это другая история, как бы не буду ее рассказать. По поводу цены все абсолютно по-разному. Если ты будешь торговать там, я не знаю, каким-то аналогами и ты будешь торговать дороже например там бренда, ты не будешь продаваться. Я сейчас стартую товар, например, там куча. Вот я стартую с демпинга. Но демпинг должен быть умный, демпинг должен быть именно среди себе равных, а не чтобы тебя анализировали и думали, что ты можешь там более низкого качества. Плюс, сейчас вот я продаю тебе могу сказать, я каждый день, через день пытаюсь поднять свой талант. И каждый день я поднимаю на доллар, у меня идет спад продаж. Потом стабилизируется, дальше иду. И так ползу потихонечку. Нифига, цена имеет значение. Обрати внимание, 19.87, 12.85, да там за цену рубится. Просто разные товары и разные ниши. Если человек торгует премиум товарами, там наоборот, чем дороже, тем лучше, вполне возможно будет. А если товар торгует каким-то расходником, вот, не факт совершенно. То есть, по ценам как бы не очевидно то, что мы стоим, например, и резко у нас начнут покупать товар. Это все работает в совокупности. Если у вас великолепные фотографии, у вас отличный листин, все норм и цена конкурентна, это одно. Вот у меня реально, я цену поднимал, есть товары, которые, как торпеда, запускаешь, она все лучше и лучше. Какую цену не ставь, она все лучше и лучше. Каждый день. Вот сейчас я товар продаю, я не заполучил столько первых страниц, просто я не успеваю. Я не смогу, у меня какого бюджета нет. И продажи 50 в день, у меня 40-50, мне вполне хватает. То есть товары одноразовые, скорее всего, я больше его не привезу. Вот. И я работаю именно на этом. Вот. И я просто потихонечку поднимаю цену. Но в любом случае, у меня каждый день откат. Вчера был 48, просто я хочу заработать на этом товаре, мне плевать, что я там auto-stop на нем вылечу. Так что моментов много, ладно. Как ты обращаешься? Ну, в отношении фотографий, кстати, есть. Я думаю, что стоит это как фактор отметить. Фотографии, это, наверное, даже важнее, чем ключи, чем отзывы, чем все остальное. Это процентов 80 успеха товара. Сколько продуктов, которые действительно нормальные по качеству продукт, хорошая цена, по соотношению цена-качества, ему бы, ну, я бы, допустим, присвоил там, как Amazon Choice, да, значки ставит. Но продукт не продается, потому что просто визуально невозможно представить, что это будет. Да, есть в отзывах там какие-то фото-видео и так далее, но качество самого листинга в написании круто, в фотографиях, но просто как будто на любительскую какую-то, я не знаю, камеру сфотографировали. То есть, если хотите продажу получить, особенно в первоначальном этапе, это важно, огромное внимание уделяйте именно инфографики, именно фотографиям в части того, как предмет, продукт, предмет примерно будет использоваться и именно не просто на белом фоне сделать, на листинге должны присутствовать фотографии, именно, как это правильно называется, предмет, непредметная съемка. Забыл уже за словом. Тогда в окружении людей, в окружении объектов, то есть, к примеру, наушники, как они будут сидеть со стороны, как они будут, допустим, на бегущем человеке, там, сетка для гриля, как она будет выглядеть на самом гриле. То есть, постановочные, правильно сказать, кадры должны, ну, не то чтобы быть, они вторым, третьим, четвертым кадром сразу должны идти. То есть, это ваше все. Предметная фотосъемка, постановочная съемка. Сейчас огромное количество фотографов есть, которые нормально работают с фотошопом, предлагают услуги рендера, да, и можно, допустим, уже предметную съемку с какими-то сторонними фотографиями сделать. Не ленитесь, не надо заказывать продвижение там по 400, по 700 долларов за ключ, когда необходимо, в первую очередь, потратить бюджет на нормальный листинг. Если вы хотите просто проверить нишу, без фото вы, опять же, не сможете понять. Все остальное, отзывы, продвижение, там, все прочее, это важно. Но без фото, как бы вы ни старались, если не будет нормального визуального восприятия вашего товара, продаж, к сожалению, не будет. Это просто, я не знаю, как грамм мотивации. Ну, для меня лично нет такого преимущества фотографии, не фотографии. Каждый кубик, каждый кирпич, фундамент. Из-за этого должен быть баланс. Если у вас все хорошо, все продумано, то как раз все нормально. Если у вас великолепные фото и нет листинга, но у вас Амазон просто не найдет, он не поймет, он вас поставит. Почему у нас черным, почему у нас не видит лист Амазон? Потому что он думает, что он не революционный товар. Из-за этого все должно быть классно. Вот когда все классно, вот я вам говорю, вообще нет проблем. Ну, просто нет проблем. Вот куда ни иди, только набираем статистику. Если я не знаю, через 2-3 месяца расскажу, что мы сейчас творим. Вот, и получается с товарами. То есть я еще говорю, 2-3 месяца назад я все время говорил, 10-20 товаров, запуск класс. Я всегда говорил, первый запуск товара, первой партии, в ноль, это класс. Сейчас вообще с этим не согласен, то есть мы практически с каждого товара зарабатываем там чуть-чуть не 3 цены с первой же поставки, причем валим туда денег. И еще и продажи, ну, от 40-30 это нормально, ну, так себе. 40-50 хорошо. Вот, из-за этого все меняется, надо понимать, 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 и понимать, сколько туда вкидывать. Из-за этого вот любое, любое положительное действие, которое, в принципе, ничего не стоит, потому что отзывы, я сейчас и так, любая партия, я сразу закладываю бюджет, 10%, то есть 500 штук пришло, я 50 на выкупы раздал, их раскидываю, очень внимательно распределяю через Амзелан, через трекеры, то есть куда мне трафик направлять, а, соответственно, 10% я направляю на Ниверифайл отзывы, то же самое, а сейчас, надо мне, просто раньше я их только для чего брал, для того, чтобы на старте первые 10 дней у меня были сразу отзывы, я почти сразу могу запускать рекламу, набирать статистику, искать новые ключи, и для того, чтобы была масса отзывов, чтобы я на первый месяц уже у меня было 100, на второй 200, я могу сказать, китайцы, реально, мы уже много, куча товаров видели, которые еще, не выходя на Амазон, уже по 500 отзывов имеют, у китайцев все то же самое, только, я не знаю, в 10, в 100 раз больше, чем у нас, то есть у них обзорщиков больше, все есть, за это, чтобы с ними конкурировать на равных, и надо думать, и вот эти, когда, у китайцев нет главного, ну, я не знаю, что у них нет, недооценивать, полтора миллиарда, нельзя, ну, согласен, но они же тоже, это самое, могут заказать за бабки, они же не совсем, да, но у них менталитет, ты заметил какой, все китайские листинги, их прям видно, что это китайский, благо, через год, через два, они вон эти автомобильные, помнишь, Hyundai, ой, тот же Samsung, та же Корея, я к ней относился 10 лет назад, просто какой-то шлак, где была Nokia, где сейчас она, то же самое с китайцами, они уже, всех дизайнеров, всех технолог, все, за бабки можно купить, они туда всех гонят, да, не везде получается, там, футбол, они никак научиться играть не могут, нормально, но и наши не могут, вот, но вот эти вот, как его звать, вот эти спецы, если они будут их нанимать, и правильным подходом, они будут автопром поднимать, и все остальное на другой уровень, и не будут они подделать BMW X5, там, или какую-нибудь еще машину, а уже постепенно, постепенно делать свое, где сейчас корейские машины, ну, нормально они себя чувствуют, уже не считаешь их шлаком, уже считаешь китайцев шлаком, но с такими темпами, китайцы и догонят, и перегонят запросто. Кстати, по поводу отзывов, я хотел бы отметить еще один момент, часто люди обращаются в отношении верифайт отзывов, можем ли делать верифайт отзывы, да, можем, а отзывы делаются без выкупа, но, каждый человек должен понимать, что такое верифайт отзыв, его можно различными способами получать, один из вариантов, это просто дать кому-то денег, чтобы у тебя купили продукт, оставили отзыв, моя услуга подразумевает, что вы, оплачивая 30 долларов, получаете верифайт отзыв без выкупа продукта, и она направлена именно на дорогие продукты, если у вас продукт стоимостью 10-15 долларов, вам рентабельнее сделать просто банальный выкуп. Если у вас продукт, к примеру, как видеокарта, вот недавно опять проблемы с ними было, там, безусловно, вы не можете ни раздать этот товар, ни продать с дисконтом, потому что там замешано основа именно вашей маржи, то есть, вот такие продукты, да, есть вариант делать верифайт отзывы без выкупа. В остальных вариантах, если не превышая стоимость 30 долларов продукта, рентабельнее просто их через раздачу получить. Кстати, тут огромное количество вопросов я смотрю уже. Ну, вопросы там такие вот, например, по фото. Ну, нет у меня нормального фотографа. Мой фотограф, который мне фотографирует, он молдаванин, живет в Италии. Я товар в руках вообще не держу, просто получаю, отправляю, и он мне все делает, и вообще все делает. Ну, он мой напарник, у нас и товары общие, мы там подружились, и так, ну, не хочет человек делать фотографии. Он многим делал, моим там, ученикам делал, ну, вроде все довольны. Я доволен вообще без проблем, то есть, я вообще не смотрю, не вникаю даже. Я ему кидаю товар, просто говорю, Валентин, сейчас приедет, он мне там сделал. Одна за всю историю была жалоба на него, кто-то там что-то не срослось, ну, не знаю. У меня нет проблем. Вот. Если есть люди, нормально, посоветуйте, пускай они на меня выйдут. Посмотрим, сработаемся, будем также советовать. Много людей, которые этим занимаются, так же, как с внешним трафиком, так же, как вот этим, ну, не выходят они на меня, ну, вот с кем-то общается, кто-то работает по-своему, кто-то, вот я периодически вижу, в группе пытается рекламу выложить. Ну, хотят. Не хотят почему-то работать со мной, ну, наверное, там, процент какой-то мне платить, думаю, там, или еще что-то, ну, то есть, хотят сами. Из-за этого, а я не могу порекомендовать человека, который я работу нормально не видел, мне не нужны вот эти вот образцы, что он там сделал. Мне нужна постоянная работа. Человек, что должен днем и ночью, чтобы пять дней в неделю минимум, а то и семь, мог мне заказ выполнить, мы скидываем, скидываем и накидываем работу. Денис, я могу, в принципе, в свою очередь посоветовать одного человека, чьими услугами я несколько раз уже пользовался, но он не делает фото, он делает рендер изображений, то есть, формирует с помощью графики, то бишь, продукты, которые содержат, к примеру, шерсть или что-то подобное, но я не знаю, возможно ли это или нет. Человеку не нужно управлять юнитом. Рендеры, своя специфика. Рендеры, это хорошо, типа инфографики, это один снимок, или первый, или второй. Но больше не надо, все равно нужны фотографии. Нормальные, идеальные. Ты знаешь, у меня продукты, вот последние, которые я покупаю, там все фото-рендеры. Ну, а я этим не люблю, я спиннер запускал на рендерах, маски запускал, там сплошной рендер. А смысл знаешь какой? Там не весь снимок, рендер идет, а часть именно в плане продукта, и этот продукт потом вписывается уже в какое-то иное готовое изображение. Ну, в общем-то, довольно органично смотрится. Ну, вот, Валентин, он что делает? Ну, он делает фотошоп. Все это там, естественно, обработанные снимки. То есть, это 90% фотошопа. Фотографии вот этих масок, вот это прозрачное, на белом фоне, отблизки вот эти все сложные. Ну, просто вообще конфетка, я не знаю. 3D-рендинг, свои нюансы, естественно, и там мастера есть, и там. В конечном итоге, они примерно будут равными. В конечном итоге. Ну, я еще раз говорю, если есть, посоветовать, конечно, советовать. Мы, проблем нет. Я эти, вот, например, в группе. В группе идет всегда там та же самая бесплатная реклама и так далее. Я за рекламу никогда деньги не беру. Дело же не в этом, не только в деньгах. просто там бывает, когда действительно можно это, одно дело, человек один раз в видео вот это, фотографию свою скинул, там, рекламу, ну, и ушла она в никуда. Вот через меня проходит, там, сотни людей, и десятки, там, ну, единицы, по крайней мере, спрашивают эти фотографии. Можно же их посоветовать? Это реклама, это там работа, там, много-много-много всего. Вот, ну, вот пока на данный момент себе партнеров таких, надежных, хороших, интересных, не нашли. Хотя я много знаю отдельных людей, и те фотографы, которые нормальные, мне друзья советуют, они так же офигенно заняты. И с ними так же сложно, и проще самому искать, искать, искать. То есть никаких таких проблем нет, я не знаю, себя в регионах там где-то найти, ну, фиг его знаю. Мне кажется, это не проблема. Ну, давай на вопросы, ты читаешь вопросы, ответишь. Да, вот как раз просматриваем. В отношении количества отзывов, которые можно ежедневно постить, 500 в день постил. Эффект, ну, на тот период, когда я это делал, я лишь с одной целью их делал, то есть понять, как они влияют, ну, скажу честно, после сотки особой разницы не заметил. Но в плане того, что не было негатива, да, не было негатива, это факт. По крайней мере, тем образом, которым я занимаюсь при размещении отзывов, используя его, но негатива нет. Так, какие-то еще моменты. Фото или видео? Да, можно и фото, и видео постить. Видео, желательно, по-моему, Ави формат, если не ошибаюсь, не пережимается с Амазоном. MP4 и Ави, Move, пережимаются и становится ухудшение качества в итоге получаем по факту публикации. Сколько среднечастотных ключевиков двигать сразу? Если человек будет заказывать отзывы с расчетом на то, чтобы бонусом получить какое-то движение по ключам, я попросил бы четыре ключа среднечастотных, но не факт, что они будут тянуться, по итогам нескольких тестов замечено было, что тянутся релевантные ключи. Конечно, по которым дочерутся. Довольно-таки широкий спектр. Опять же, вопрос, сколько вы отслеживаете? Я вот отслеживаю 50 ключей, но я не знаю, сколько еще кроме них тянется и тянутся ли они вообще. Поэтому на четыре ключа по крайней мере стоит ориентироваться. Надо к документу прилагать сразу четыре ключевика, уже от нас среднечастотных. Может, конечно, и высокочастотники можете дать сказать, что я хочу попытаться их продвинуть, но боюсь неоправдаемое ожидание. Опять же, говорю, люди не покупают услугу. Вы не оплачиваете за эти движения ключевиков и эту услугу как услуга еще она не сформирована. То есть, это просто небольшой бонус, который хотелось бы всеобщими усилиями протестить на ряде продуктов. Мне, к примеру, это понятно, как действует на новых продуктов, но я пока еще не понял, как оно действует на старые продукты. То есть, те продукты, которые уже продаются определенный период времени. Можно скупить отзывы у индусов оптом и сделать вычетку на ТИФ. Ну и сколько это обойдется, Богом знает. Лучше бы найти американцев, которые долларов я не знаю, там по 20-20 центов писал бы отзывы, обсудывались на 70 рублей. Ну вот, я сейчас говорю, да филиппинцы самые дешевые, а английские у них как говорят идеальные. Филиппинцы, кстати, да. Вот у меня филиппинцы, сейчас говорим и пробиваем, 350 отзывов. Качество проверим, в принципе, обращайтесь ко мне, я это самое, посоветую, мне без разницы. Потому что, если мы работаем, надо в любом случае на чем-то экономить и писать отзывы за те же деньги. Ну, просто американцы, они дорого берут. Вот у меня есть люди, которые вычетку могут сделать, которые проверят и лисинг. Просто вычетка моего лисинга с переделкой полностью будет стоить 100 долларов. Ну, кому надо, ну, сделают грамотные американцы, то есть, сделать, ну, не меньше. А мне лисинг 100 долларов стоит. То есть, севу. А если севу лисинг сделать, ну, меньше 200, вообще нереально сделать у американцев. А какой она сделает лисинг? Какой у нее уровень знаний севу, заточен на амазон, нет? Или это просто гугловские знания? То есть, кто его знает? Я не знаю. То есть, из-за этого мы ориентируемся. Мы лисинг пишем. Сами. Вот, основываясь на тот опыт, который есть. И, соответственно, потом отдаем на перевод. Причем не американцы, а отдаем человеку, который там учится. То есть, который там выше образования получается. Вот, из-за этого мне посоветовали именно такой формат, самый дешевый. Потому что наши люди готовы за эти деньги работать, а те нет. Так, в отношении аффилейт бизнеса, что можно сказать про аффилейт. Если, Богдан, если вы имеете в виду привлекать сайты партнерки, начните с того, какая у вас маржа с товара. Если вы продаете куврики для гриля, с которых вы имеете там 3 доллара с одного куврика, да, то вы просто партнерку подключить вряд ли себе сможете позволить. Если речь именно о каких-то дополнительных источниках продаж, типа, мы размещаем огромное количество лендингов, лендинги продвигаем через поисковики, с лендингов у нас идет покупка, опять же, через Амазон, да, классная идея, сам пытаюсь ее развить, пока, к сожалению, не доходят руки, чтобы прям плотно заняться, но в целом есть такая идея на лендинге автоматом формировать по факту регистрации купон на скидку товара. То есть, человек пришел на ваш лендинг, почитал, ему примерно понравился ваш продукт, примерно он хочет купить. Он заполняет определенный формуляр, оставляет свой e-mail, контактный номер, хотя можно, в принципе, ограничиться лишь e-mail, это нужно для того, чтобы у вас на будущий запуск товаров уже какая-то была сформирована база лояльных покупателей и получает, к примеру, скидку там 20% на товар. Идея, насколько я знаю, она в отношении других ритейл-площадок рабочая, в свое время сам с партнерками работал, я ее использовал в отношении Амазона. Да, я думаю, то же самое, все будет оно работать, вопрос лишь, как это все красиво реализовать, то есть, необходим нормальный лендоз, необходимые лендинги, двигатель, перелинковку, там баннеры покупают, и так далее. В целом, если недорого, то только за. Поэтому выбирать, для каких категорий товаров это будет рентабельно, для каких нет, для каких нет. ну, если вы с продажей продукта имеете возможность позволить себе это, то я думаю, обязательно, однозначно, необходимо использовать эту возможность, которая вам позволит дополнительное количество продаж получить, и возможно, в целом, даже поднять стоимость продукта, пусть даже там она будет выше, чем у конкурентов, но внешний трафик порой позволяет продавать очень дорого продукты, которые, в принципе, достаточно легко купить на китайской площадке. Так, фотки у американских фотографов заказывать, Юрий, там ценники нужно российского фотографа купить на месяц, чем у американского один раз заказать фотосессию за эти деньги. Там цены просто очень сильно разнятся с Россией и с Главырусей. Нет никакой такой необходимости, просто надо здесь найти в любом случае, так что, я думаю, у нас есть такие же умельцы, просто надо их найти, искать надо, пробовать, смотреть, и проверять. То есть, у действительно людей можно найти, тем более, работ у нас не так сейчас много, надо просто найти нормально. Они привыкли свадьбы сфотографировать, понятно, любой дурак, я так понимаю, основная масса лезет, халтурит ее на халтуру, но среди них тоже есть крутые. Предметчик просто это своя специфика, то есть у каждого, я так понимаю, жанра есть своя специфика, за это надо просто найти. 3D-фотосъемка, но 3D-фотосъемка что подразумевает, я так понимаю, просто тенями затянили, но она и есть 3D-фотосъемка, мы же не плоские делаем. И тени, и все дела, то есть, ну как сказать, я не знаю, она и есть 3D-фотосъемка. Так, что у нас еще, есть какие-нибудь серьезные вопросы, я смотрю, бойн-то особо нет, можно закругляться. В целом, я надеюсь, все понятно, если нет, то в принципе, мы в одной группе состоим, в любое время можете Денису писать, мне написать какие-то вопросы, и желательно, если есть какие-то вопросы, то желательно все-таки писать в общий чат, чтобы это было и возможностью для остальных участников группы ознакомиться с информацией. Да, если есть какие-то результаты. Будем смотреть дальше на результаты. Ну да, в принципе, вот так. В отношении продвижения, кстати, Денис, если участников группы интересует, написали очередную обнову, тестем в конце недели будет, возможно, какие-то первые результаты, по факту которых можем сказать, однозначно, продвижение есть или нет, работает, не работает, но продвижение целенаправленного ключевого запроса обходится, к сожалению, на сегодняшний день достаточно недешево, от 400 долларов за ключ. Ну, мы так и делали, это стандартная цена, так что тут в любом случае вариантов нет никаких. Цена растет, затраты растут, но еще раз я говорю, альтернатив много, и то, что продвижение по ключу, не надо на него зацикливаться. Это просто дополнительный вариант, он бывает важен в каких-то определенных случаях, бывает лучше для увеличения продаж, бывает нужен для того, чтобы слить товар, самый дешевый вариант. Просто вариантов много, надо уметь их комбинировать, надо понимать, что вы делаете, зачем. И деньги. Еще один. Вот товар проще выкинуть. Я думаю, что это будет многим полезно. Как протестить и понять для себя, стоит ли какой-то ключ заказывать на продвижение или нет. рекламу заказывать на продвижение. Примерно, смотрите. Берем рекламу. Брод и экзакт. Ключевой запрос добавляем в две сформированные рекламные кампании, в которых будет только один ключевой запрос. И по броду, и по экзакту поставьте, к примеру, максимальный бит на ставку, который там будет предложен. И поставьте, допустим, ну не знаю, 20-30 долларов в течение дня. Понятно, что это не намного хватит. Вопрос в другом. При получении максимально возможных позиций на показ продукта, будет ли он вам приносить и формировать законченные продажи? Если у вас в течение 5 или 10 дней будет статистика, что да, этот ключ вам дает какой-то процент продаж, окей, можно его взять и отправить на продвижение. Но очень многие люди делают многое иначе. Они понимают, что максимально корректно сформировать, допустим, представление о продукте можно вот такой фразой или вот таким словом, и они заказывают исключительно это слово на продвижение, забывая о том, что если это широкочастотник, допустим, если это высокочастотник, точнее правильно сказать, то он будет цеплять и сторонние продукты, и вообще-то непонятно, какие ниши. Бывает так, что по факту получения первой страницы продаж-то не добавляется, потому что по этому ключу подобный продукт никто не ищет. Поэтому можно как вариант тестить через рекламные кампании. Да, но это опять денег все стоит, понимаешь? Это опять все стоит денег и то же самое, как стартовать. С большого количества или с малыша. Нет, это размышления на предмет того, а какой ключ выбирать и как, ну, примерно, предугадать, стоит ли его продвигать. Ну, это то же самое, да. Один из вариантов, то же самое. То есть, это комплекс, комплекс мер, вот, думайте и делайте все правильно. Так, что у нас? Сейчас мы проработали с тобой, думаю, достаточно. Кому будет интересно, обращайтесь ко мне, к Владимиру, то есть, это самое. По ценнику я уже сказал, то есть, если просто мы заказываем обычные отзывы, у нас до 100 отзывов стоит 6 долларов, выше 100 отзывов мы делаем скидку за 5 долларов, за опыт, так скажем. Но вот по этой схеме там придется чуть побольше поработать, просто без скидки. Все, вся разница. Так что вам выбирать, если интересно, обращайтесь, будем пробовать, ну, и рассказывайте, если будут какие-то действительно серьезные успехи. Или наоборот, если что-то у нас не получается, мы сразу обрезаем и убираем из возможных вообще услуг. Потому что... Кстати, момент. Давай. Прошу прощения, перебью. Вот, буквально сейчас Skype свой мониторил с одним человеком, кому по такой же схеме двигали, отзывами. Вот второй день. Вчера у него был рост, сегодня какое-то снижение пошло. Этот товар уже длительное время продается на площадке Amazon. То есть, либо это волнообразный будет рост, либо это будет рост на определенных ключей, либо это будет только отдельно взятых ключей рост. Необходим тест. Для теста нужны примеры. Если у кого-то есть желание, кто хочет поучаствовать, пишите или Денису, или мне. По сути, вы всего лишь на всего приобретаете отзывы. Но по факту вы можете помимо отзывов получить небольшой бонус в виде подтягивания ключевых запросов. Да, и будем ждать, может быть, сделать отдельный пост, чтобы люди, действительно, реально люди, которые этим пользовались, рассказывали. Наверное, так давай сделаем, чтобы не в одной, просто по продвижению. сформируй пост, и в этом посту мы распространяем информацию, поставим вот эту ситуацию. Ну, ты можешь начать, кого-то первым можем зацепить, или дай мне кого-нибудь, то есть, результаты чьи-нибудь. Ну, те фотографии, которые у меня были, сформированы, я там осин закрасил, потому что, ну, скажем так, без согласия человека не могу. все правильно, я из-за этого и говорю, то есть, будем просто делиться, смотреть, потому что, еще раз говорю, все работает в целом комплексе услуг, из-за этого надо понимать, и не ждите от чего-то там, волшебно включаемых, там, любимых названий, бабло, кнопки, и все остальное. Просто обычная, текущая работа, надо вникать, работать качественно, и будет результат. И кто еще, вот, кстати, ко мне сейчас многие обращаются, почему-то пишут, что июнь, июнь, пороки, подарки. Отличные продажи, отличные продажи. Вот, никакой, есть сезонный товар, есть не сезонный, есть товары, которые всегда продаются. Если вы выбрали правильно товар, его спокойно, правильно задвигаете, не забывайте, что вы когда привозите товар, надо еще вложить в маркетинг, хотя бы, вот я закладываю 50% под партию, то есть, я вложу первую партию 5000 долларов, я 2,5 планирую еще на маркетинг потратить. Не всегда требуется, и это классно, но бывает, и выходишь из-за бюджета. Но для себя морально надо понять, что должны деньги быть в запасе. Когда люди выходят, вложили какие-нибудь те же маски по 10-15 тысяч долларов, у них в запасе 1000 долларов на продвижение, это смешно просто. Просто смешно. Там такая конкуренция, что с ними сделаешь? Ничего. Вот 7500 долларов, да, можно что-то потыркать. И разные способы, и PPC запустить, и людей нанять, которые помогут это сделать. То есть, все стоит денег, но вы же бизнес хотите делать, а не просто так. А если вы товар вложили 2000 долларов, ну вот 1000, там вполне достаточно будет, скорее всего, потому что там и конкуренция небольшая. Там раздадите 20 штук, вы и в топах. Свои 10-15 продаж, там 5 продаж в день будете получать, почему нет? Вот, но если ты идешь в обан, идешь в серьезные ниши, то будь добры и заложи деньги. Вот, и не рассчитывай только на то, что я сейчас все сделаю, отдам на высокочастотник, залечу наверх. Ну, это не серьезно. Ладно, все, всем спасибо, Владимир, спасибо. По времени вот у нас так получается лайв, внеочередной, так скажем. Думаю, будет полезно, видосы посмотрят. Если что, обращайтесь, мы, как всегда, на связи. Все, спасибо, доброго дня. Все, пока всем.